Вести Карачаева, Черкесия 18 ноября в Большом зале Дома правительства в очной форме пройдут публичные слушания по законопроекту о республиканском бюджете на 2023. И плановый период 2024-2025 годы. Председатель правительства Карачаева, Черкесия, Мурат Аргунов провел совещание с вице-премьерами республики в зависимости от курируемой отрасли. Каждый из них доложил о проделанной работе. В первую очередь коснулись итогов сельхозпроизводства. Отмечено, что аграриями собрано более 5 тысяч тонн кукурузы, 20 тысяч тонн картофеля, 11 тысяч подсолнечника и 38 тысяч тонн сахарной свеклы. Что касается социальной сферы, то в селе Учхекен после капитального ремонта распахнула свои двери первая школа имени Ежаева на 805 мест. Отдельное внимание уделено вопросам оказания помощи семьям мобилизованных граждан. Участники заседания коснулись и нюансов социальной догазификации. Отмечено, что от жителей республики подано около 3 тысяч заявок на догазификацию. Из них по 2 тысячам 312 заключены договоры. В Доме правительства республики состоялось и заседание Большого Града Строительного Совета Карачаича Кесина, на котором были презентованы дизайн-проекты туристических объектов, планирующиеся построить в Тиберде, Архизе и Дамбай. Данные проекты были скрупулезно рассмотрены представителями оригинальных ведомств, а в части их соответствия и соблюдения всех правовых норм законодательства страны, после чего авторам дизайн-проектов были озвучены рекомендации по их дальнейшей реализации. По итогам заседания 6 дизайн-проектов туристических объектов получили одобрение Града Строительного Совета Республики. Четыре проекта отправлены на доработку. Заместитель председателя правительства республики Дмитрий Бугаев и министр образования Карачаича Кеси Инна Кравченко проинспектировали ход строительства новой школы номер 7 и капитальный ремонт первой общеобразовательной школы Учки-Кена. Строительство первой в настоящее время продолжается полным ходом. Железобетонный каркас здания готов на 90%. В блоке уже начаты кровельные работы. Параллельно ведутся работы по прокладке электрического кабеля, системе отопления и вентиляции, а также монтаж огонных блоков, проложенный наружный водопровод и канализация. Начаты работы и по монтажу тепловых сетей. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева, как мы уже сообщали, прошел первый в республике директорский форум кадровый ресурс школ Карачаича Кеси и стратегии и технологии развития. Он был инициирован для решения проблемы количественного и качественного укомплектования школ республики. Комментирует министр образования и науки Карачаича Кеси Инна Кравченко. Сегодня с нарастающими темпами у нас усугубляется проблема нехватки педагогических работников, дефицит в школах. Поэтому мы обсуждали неоднократно с руководителем данного университета эту проблематику. И мы поняли, что ее необходимо сегодня обсуждать со всеми, в том числе и руководителями образовательных организаций. Поэтому создание этого форума как раз таки продолжение той проблемы, которая сегодня сформировалась на уровне республики в целом. Для того, чтобы обсудить те проблемы, которые сегодня имеют место быть и выработать механизмы и пути решения данной проблемы. В рамках реализации программы комплексного развития сельских территорий в селе Псемен в октябре этого года было начато строительство центрального водопровода. Его протяженность 12 километров. После окончания работ качественной питьевой водой будет обеспечено все население села и социально значимые объекты. Рассказывает глава администрации Курджиновского сельского поселения Григорий Приходько. В настоящее время в селе Псемен полностью отсутствует водоснабжение, что негативно сказывается на развитии данного населенного пункта. Я считаю, что наличие качественной питьевой воды благоприятно скажется на развитии данного населенного пункта. У людей появится больше возможностей заниматься сельским и личным подсобным хозяйством. Впервые за столетнюю историю здания проведен капитальный ремонт Государственной филармонии Карачао-Чрикеси. Работы на объекте были начаты в феврале этого года. Помимо обновления фасада и внутренней отделки помещений, проведено техническое переоснащение учреждения, рассказал директор Государственной филармонии Рамазан Бароков. Действительно, филармония преобразилась не только в ремонтном этапе, но и внутри по оборудованию. Сегодня полностью она оснащена для полной реализации всех планов, которые стоят перед Государственной филармонией. Это все началось с поддержки Министерства культуры Российской Федерации и правительства Карачао-Черкесской Республики. Мы с Министерством культуры получили субсидии на поддержку детских музыкальных театров. И правительство поддержало это. По линии Министерства культуры Российской Федерации мы получили субсидии на приобретение оборудования, оснащение музыкальными, звуковыми, световыми, вплоть до кресел. А правительство нашей Республики поддержало все это, добавило субсидии и полностью отремонтировало сегодня нашу филармонию. В Тиберде прошел форум информационных технологий в креативных индустриях «Креатив». В рамках мероприятия были организованы семинары и мастер-классы по переводу различных сфер деятельности в цифровой формат. В форуме приняли участие более 40 представителей различных сфер деятельности, в том числе IT-специалисты, дизайнеры и художники, фотографы и ремесленники, видеографы и музыканты из Корчай-Чекеси, Ставропольского и Краснодарского краев. Мероприятие объединило IT-разработчиков и других представителей креативных индустрий, которые заинтересованы в развитии навыков цифровой грамотности. В целях предупреждения и пресечения экстремистской деятельности, а также формирования нетерпимости к экстремистской идеологии среди молодежи в республике проходит оперативно-профилактическое мероприятие с ненавистью и ксенофобией «Нам не по пути». В рамках мероприятия в учебных заведениях Корчай-Чекеси пройдут лекции и круглые столы, направленные на пропаганду негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, профилактику экстремистских проявлений, в том числе в сети интернет. Основная задача заключается в развитии общественной активности молодежи в духе патриотизма, о воспитании нетерпимости к любым формам вражды и ксенофобии. Как мы уже сообщали, в Корчай-Чекесе скоро появятся пункты передорожного сервиса. Уже до конца года мы увидим их вдоль автомобильных дорог федерального значения, на пути исследования к курортным зонам в Кавказском, Кумыше, Дамбае, Гумбаши, Иркиной-Юрте, Красном Кургане, Ус-Джигуте, Кардоникской и в районе села Важного. Все 11 объектов будут оформлены в едином архитектурном стиле. Строительство этих объектов стало возможным благодаря победе республики в грантовом конкурсе федерального правительства, рассказывает министр туризма и курортов Корчай-Чекесе Расул Тикеев. Дамбае – это старейший и популярнейший курорт не только на Северном Кавказе, но и на территории всей страны. И, конечно же, актуальным становится создание единой сервисной службы на территории. Туристы смогут получать необходимую информацию. Информация будет достоверной. Это будут размещены цифровые карты, будет приложение, созданное к этому ТИЦ электронное. Также это будет оказание услуг. То есть это необходимо на сегодняшний день для того, чтобы туристы могли получать более качественные туристские услуги и информацию о том месте, где они находятся и о регионе в целом. В региональном центре выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Корчай-Чекесе «Спутник» прошло интенсивное обучение четырех групп, подаренных детей республики по разным направлениям. Первая группа программы – «Аквариумный мир. Гидробиология» погрузилась в увлекательный подводный мир гидробиологии. Учащиеся научились готовить грунт к заселению рыб, подбирать и размещать растения водного мира, стали настоящими дизайнерами «Аквамира». В ходе программы у ребят сформировался эстетический вкус. На заключительном этапе обучения дети посетили Тибердинский национальный парк. Вторая группа направления «Спорт» реализовала спортивные программы на интенсивных тренировочных сборах по тэквондо. Ребята улучшили свои теоретические и практические навыки, провели мастер-классы с участием высококвалифицированных специалистов, почувствовали себя настоящими олимпийскими чемпионами. Третья группа интенсива «Лиха беда. Начало» стала настоящими логиками и знатоками решения самых каверзных задач на смекалку. Научились критически оценивать результаты, излагать свои мысли ясно и исчерпывающе. Лаконично и емко приобрели навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. Была проведена большая работа по подготовке к муниципальным олимпиадам. Ну и четвертая группа интенсивная профильная программа «Фортепиано» усовершенствовала свои профессиональные навыки сольного инструментального музыкально-исполнительского искусства, развила артистические и исполнительские способности игры на инструменте. Маленькие виртуозы опередили своих сверстников в музыкально-эстетическом развитии. В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамукова прошел большой этнографический диктант. Участником акции, приуроченной к празднованию Дня народного единства, стал и первый заместитель министра Республики по делам национальности, массовым коммуникациями и печати «Ислам Хубиев». Он отметил важность мероприятий, которые проводятся ежегодно при поддержке регионального Миннаца, и не только знакомит с культурой народа в России, но и позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности населения. Оффлайн-площадка этнодиктанта собрала около 100 человек. Тестирование прошли представители правительства региона, национально-культурных объединений республики, педагоги Черкеска и просто все желающие проверить свои знания в этом направлении. Курорт Архиз готовится к открытию зимнего сезона. Здесь уже работает система искусственного снижения, благодаря чему туристы смогут спускаться по трассам, независимо от погоды. Кроме экстрима, на курорте можно получить и эстетическое удовольствие. Речь идет не только о красоте местной природы. Официальное открытие сезона намечено на первую субботу декабря. И в продолжение этой темы. Начальник управления по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности республики Роберт Алботов рассказал о том, как проходит подготовка к предстоящему горнолыжному сезону и обеспечению безопасного отдыха гостей региона. По его словам, главным этапом подготовки являются учения с привлечением всех профильных органов и служб. Наряду с этим проводятся инструктажи предпринимателей, предоставляющих услуги отдыхающим. Алботов напомнил туристам о необходимости регистрации у спасателей перед выходом на маршрут. Когда человек регистрируется, как правило, он оставляет координаты, телефоны. Мы знаем, сколько человек, состав группы, сколько детей. Вдруг какая-то происходит чрезвычайная ситуация. Вся та информация, которая у нас есть, она нам помогает и как бы существенно облегчает оказание помощи. В общем, нам эта информация очень нужна. Если, допустим, есть даже телефон, номер, мы по каким-то моментам можем отследить, в какой зоне может там или заблудился человек, или там еще что-то произошло. Существенно облегчает. Яркая тематическая граффити украсила самую высокую подпорную стену курорта Архы. Из-за оформления конструкции вошло в число мероприятий, организуемых региональным Минтуризмом к столетию республики. Специально приглашенные художники творческого объединения «Стандарт» изобразили здесь все виды активного туризма, доступные на курорте, тем самым обозначив его готовность принимать гостей 12 месяцев в году. При этом фон разбавлен тематическими цитатами выдающихся спортсменов, мыслителей и поэтов, в том числе строками из гимна Крача-Черкесии. При создании мурала было потрачено 350 баллончиков для граффити и 150 килограммов специальной художественной краски. Ярко окрашенная подпорная стена, расположенная на южном склоне курорта, уже ожидает оценки гостей. Следующим этапом будут разрисованы многометровые подпорные стены, расположенные на пути исследования к курортным зонам Крача-Черкесии. В республике в рамках всероссийской акции «Вода России» прошла очередная серия экологических мероприятий. В этом году масштабная заключительная серия мероприятий в рамках акции «Вода России» пройдет 10 ноября на берегах рек в Прикубанском районе. Подробности у советника министра природных ресурсов и экологии Крача-Черкесии Медины Баташевой. Очередная серия экологических мероприятий по уборке берегов в рамках всероссийской акции «Вода России» прошла в Крачаево-Черкесии. В ходе мероприятий в минувшие выходные волонтеры провели уборку на экотропе Бадукские озера одноименного маршрута Тибердинского национального парка. 2 ноября волонтеры провели уборку на берегах рек Кубань, Дуд, Худес, Учкулан и Махар в Карачаевском районе республики. Сейчас в Карачаево-Черкесии, как и по всей России, завершается сезон субботников и экологических акций. Финальная серия мероприятий запланирована на 10 ноября в рамках республиканской акции «Генеральная уборка» в Прикубанском районе. Центральное мероприятие акции «Вода России» пройдет на берегу Кубанского водохранилища. В картиной галереи Черкеска впервые проходит тактильная музейная выставка по темным переулкам истории. Проект победитель грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Здесь представлены 30 объемных тактильных экспонатов. Среди них копии мировых архитектурных достопримечательностей, исторических памятников регионов Северокавказского федерального округа, старинные храмы Карачаево-Черкесии, достопримечательность Карачаевска-Горянка, копия соборной мечети Черкеска. Также будут представлены копии керамической утвари и деревянной посуды, какими пользовались народы Кавказа и многое другое. К каждому экспонату подготовлены таблички швифтом Брайля. Стол для экспонатов оборудован перилами. Зал оснащен напольной разметкой для слабовидящих. Выставка доступна не только для слабовидящих и незрячих, а также для всех категорий посетителей. Людям, не имеющих проблем со зрением, будут предоставлены специальные плотные повязки, чтобы они могли погрузиться в инклюзивную среду. Ежедневно в определенное время экскурсии будет проводить тифлокомментатор. Выставка продлится до 13 ноября и вход свободны. В картиной галереи Черекеска продолжается и выставка работ местных художников «Память», посвященная депортации карачаевского народа. Полотна, представленные на ней, выполнены художниками, которые сами были свидетелями тех страшных событий и на себе испытали все тяготы депортации. Напомним, посетить выставку можно до 15 ноября. Ну и в заключение информационного выпуска новости спорта. В Кабардино-Балкарии прошел турнир по регби среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения, посвященный памяти героя социалистического труда Ахеда Шаова. Команды были поделены на две группы и сыграли по круговой системе. В итоге республиканская команда комплексной спортивной школы «Победа» стала бронзовым призером и получила кубок, медали и грамоты, а также денежный приз. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В горах местами плюс 3,8, в Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 12. На этом информационный блок с Ритой Неровой завершен. На правах рекламы. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Внимание водителям грузового транспорта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает. Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу. Исключение – грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости. С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой, можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края. Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет оснащенный автозаправочными станциями «Сухопутный маршрут». Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорога из Таганрога на полуостров займет около 7 часов. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!